Когда в синтезе сценария, декорации и образов создается другая жизнь, актер как инструмент в руках режиссера доносит мысль, смысл произведения до зрителя через эмоцию, и все как в реальности. Это настоящее искусство, это театр. Именно ему посвящен 2019-й. В начале года во Владивостоке началась масштабная акция, которая объединила все регионы страны. Всероссийский театральный марафон. Он открывает возможность знакомства с творчеством и театральных коллективов, и культурой в целом. Всероссийский театральный марафон стартовал еще в январе этого года. Сегодня продолжается. Проходит он в форме эстафеты, где передает главный символ года театра. Так эстафету от Рязанской области приняло Подмосковье на нашей Щелковской земле на сцене театрально-концертного центра Щелковский театр, который, стоит отметить, не случайно стал площадкой этого события. Театр еще технологически непростое искусство. И спектакль можно сыграть далеко не на каждой площадке. И когда наши коллеги из Рязани прислали нам технические параметры своего спектакля, мы промониторили и выяснили, что единственная площадка, очень хорошая, на которой можно показать этот спектакль, это площадка театра Щелкова. Очень мы гордимся, что сегодня наши коллеги из Рязанской области, которых представляет сам министр культуры Рязанской области, здесь передают эстафету Московской области. В каждом уголке нашей страны есть свои традиции, обычаи. Культурное наследие – то, что является гордостью. Знакомство с каждым из регионов – также часть этого марафона. Так для делегаций из Рязанской области провели экскурсию в Щелковском историко-краеведческом музее, рассказав о истории нашего края, его развитии в разные годы, достопримечательностях и людях, щелковцах, славном прошлом и жизни в нашем городском округе сегодня. Объединяет то, что люди, которые здесь работают, люди культуры, такие же потрясающие энтузиасты. Ну и то, что сегодня мне показалось очень интересным, было очень важным – это любовь к своему краю и к каждой страничке истории. В этот день актеры Рязанского областного театра юного зрителя представили постановку по пьесе «Рая Куни» номер 13. Для каждого коллектива новая сцена – это всегда новые эмоции. Но ощущения в этот день не сравнить ни с чем. Марафон словно объединяет театральные подмостки всей страны во что-то единое, при этом многогранное, каким во все времена был и остается театр. Я вспомнил. Меня зовут Жек Бэйк. Смири. Когда ты держишь в руках вот этот символ театрального марафона и понимаешь, что этот символ держали, начиная от Владивостока, от самых дальних регионов, с нашей точки зрения самых дальних регионов Российской Федерации, что этот символ объединил все театры в единую большую семью. Вот, наверное, сопричастность к этому событию, вот это, скажем так, будоражит сегодня и волнует очень сильно. Это здорово, даже то, что они привезли спектакль, такой, который, например, идет у нас в репертуаре, потому что есть с чем сравнить. Разная трактовка режиссерская, хотя автор один. И я думаю, что нашему щелковскому зрителю очень приятно, что приезжают театры из таких прославленных городов, как Рязань. Спектакль в двух действиях не оставил равнодушным никого из присутствующих. Спасибо за возможность, что у нас есть вот этот всероссийский театральный марафон, что есть возможность увидеть трупы других театров. В основном очень понравилась, такая живая, интересная, с английским юмором. И приятно, что это в нашем городском округе Щелково приехали с такими вот, с передачей страфетной палочки. Нравится жанр комедии, он всегда воодушевляет, всегда дает возможность немножко выдохнуть, отдохнуть. Такой прекрасный вечер, очень приятно. Особенно сейчас, когда у нас есть возможность в такой красивый театр, в наш театр Щелковский прийти. На следующий же день и самые маленькие ценители театрального искусства, юные щелковцы, смогли окунуться в сказочную атмосферу, посмотрев спектакль «Триам здравствуйте», также в исполнении актеров Рязанского театра. Любимые герои, живое общение со зрителем, то, что так любят ребята, подарили радостные эмоции, улыбки и смех. Так, Подмосковье на несколько дней стало театральной столицей. В скором времени эту стафету передадут Владимирской области, где свои постановки представит Московский областной театр «Кукол». Сам же марафон завершится в конце года в самой западной точке нашей страны – Калининграде.